Привет! Меня зовут Настя Голобородько, и я нутрициолог и консультант по питанию. Сегодня для платформы Изи Фиш мы говорим о том, почему хорошо есть рыбу и как ее выбирать. Первым пунктом я бы выделила особую нутритивную ценность рыбы, в отличие от мясного или рациона с преобладанием птицы. Во-первых, это очень качественный источник белка. Существует всего 21 аминокислота, и 9 из них тело синтезирует самостоятельно. 11 нам очень важно и нужно получать из еды. Исследуя регионы, в которых есть повышенная концентрация долгожителей, удалось выявить некоторые факты. Самая исследованная диета всегда с преобладанием овощей и фруктов, орехов, минимизацией зерновых, но все долгожительские зоны всегда отличались повышенным потреблением морепродуктов или рыбы, в отличие от мяса и птицы, которые в рационе появлялись иногда. В первую очередь рыба – это очень качественный источник белка. Это витамины А и Е, которые лежат в фундаменте хорошего иммунитета, хорошей кожи, хорошего энергетического ответа. Также хорошо исследованы функции рыбы, которые предотвращают появление депрессии или расстройств, скорее всего, из-за того, что там естественное высокое содержание витамина Д. Второй пункт – это особенности рыбы и ее влияние на сердечно-сосудистую систему. Употребление хотя бы минимум двух порций рыбы в неделю на замену мяса и птицы сработает как хорошая профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, которые по-прежнему являются причиной номер один смертности в мире. Более того, исследовано очень хорошее влияние на мозг и предотвращение старческого и слабоумия, и болезни Альцгеймера. Также это фундамент для развития мозга малышей. Более того, качественные источники рыбы с хорошим набором омега-3 полиненасыщенных жирных кислот – это и DHA, и EPA – в идеальной концентрации для беременности, для развития и для роста детей. На что я рекомендую обращать внимание при выборе рыбы? В первую очередь, всем своим ребятам, кого я консультирую, этой компанией и по питанию, все, с кем вы не общались, мы всегда обращаем внимание на то, откуда рыба произошла. Экологический след, который оставляет транспорт рыбы, экологическая ответственность производителя, регуляция популяций, не экстра вылов, который не будет нарушать экосистему земли – это, на самом деле, может быть, для кого-то звучит громко, но осознанная экологичность, sustainable, о которой говорят последние 5 лет в мире, все-таки рядом с нами, и мы можем на нее влиять своим выбором, ежедневно выбирая просто продуктовую корзину в магазине. Меня часто спрашивают, все ли окей с замороженной рыбой, можно ли есть ее и не теряет ли она своих питательных свойств. В первую очередь я бы хотела отметить, что заморозка рыбы – это все еще самый полноценный, самый старый, хороший и экологичный способ сохранения продуктов. Более того, техника и технологии, которые на современных рыболовецких судах позволяют замораживать суперсвежую рыбу практически в течение двух часов после ее вылова, что сохраняет питательные свойства и снижает риски экологической безопасности, пока рыба находится на корабле и доезжает до порта. При выборе самой рыбы мы осматриваем ее визуально, и если позволяет, можно понюхать, потому что каждый человек может отличить на вкус свежее яблоко или слегка испорченное, свежее ли мясо, либо рыба, либо нет. Органы обоняния абсолютно однозначно точно не соврут вам. Второе – это визуальный осмотр. Мы смотрим на целостность покровов. Рыба должна быть целая, глаза, если мы говорим о свежем продукте, должны быть блестящие. Желтый тон рыбы означает, что уже началось окисление жирных кислот, и такая рыба не принесет уже пользы для здоровья. Хотела сказать про интересный термин, как лосось, потому что, по сути, не существует такой рыбы, как лосось, а есть рыбы семейства лососевых. И все, семейство лососевых – это лидер по высокому содержанию омега-3 жиров. Но каждый из видов – это и кита, и семга, и горбуша, и нерка – отличаются и составом, и по вкусу. Сложно советовать вкусовые предпочтения. Я думаю, что каждый человек выбирает самостоятельно. Но, тем не менее, если отталкиваться от моего опыта и моего вкуса, мне кажется, что горбуша имеет более нежное мясо и достаточно деликатный вкус. То есть понравится тем, кто не любит очевидно выраженную рыбную ноту. Те, кто любит более концентрированное на всеядный рацион, на мясной вкус. Те, кто любит рыбы вроде тунца и таких очень плотных, понравится наверняка кита и нерка. Их мясо менее жирное, оно более плотное и достаточно концентрированное. Если говорить о белой рыбе, мне кажется, что у нас не очень хорошая слава и странная репутация такой рыбы, как минтай. Потому что, на самом деле, это лидер по омега-3. Условно, у него в три раза больше, чем у рыбы семейства тресковых. И эта рыба достаточно деликатная и с нейтральным вкусом. Она не очень сухая, она не супер жирная и прекрасно сохраняется при глубокой заморозке. Минтай особо ценю за то, что он совершенно не пахнет при готовке. И балансом пряностей, вкусов, сочетанием масел и зелени можно сбалансировать или подчеркнуть любую из вкусов.